В этом году в областном центре будут отремонтированы 102 улицы. На эти цели выделено более 8 миллиардов тенге. Ход и качество строительства дорог обсудили на совместном заседании постоянной комиссии при городском Маслехате. Каждый год одно и то же. Городские дороги и тротуары ремонтируют осенью. Жители потом жалуются на огромные лужи и грязь. А по словам ответственных лиц, они справятся в течение двух месяцев. Будут отремонтированы 102 улицы. По плану на предстоящей неделе полностью начнём все работы. Уже начали средний ремонт проспекта Назарбаева. На следующей неделе начнётся ремонт улицы Бакиханово. Поскольку это главные улицы, будут внесены временные изменения в схему маршрутов общественного транспорта. Однако у нас с закрытием улиц ремонтные работы не начинаются сразу. Как говорится, тянут резину. Общественность этим недовольна. Депутаты доложили об этом, но ответа не последовало. Следует отметить, что в этом году планируется построить ещё 30 километров тротуаров. Жители часто жалуются на некачественный ремонт дорог и тротуаров. Кто и как проверяет качество выполненных дорожных работ. Техконтроль по конкурсу выигрывают компании из Шимкента, Алматы. Они приходят и уходят. А ВОЗ и ныне там. Так, 40% дорог, проверенных в этом году специалистами Национального центра качества дорог, не соответствуют требованиям. Мы взяли 360 проб. Из них 122 не соответствуют. Над этим совместно работают заказчики и технодзор. На заседании комиссии обсудили ход реализации проекта «Бюджет с участием народа». Это один из шагов к созданию открытого общества. То есть, население имеет возможность принять участие при распределении средств местного бюджета на благоустройство города. В этом году жителями предложено 16 проектов. В прошлом году было всего два проекта. Таким образом, увеличивается доля народного участия в бюджетном планировании.